Приветствую вас. Было бы совсем хорошо, если бы вы сказали, сколько времени у вас есть, то есть, ну, сколько времени до приезда вашего бывшего, наверное, молодого человека у вас осталось. Если 2-3 дня это одно, если неделя 2-3, неделя это другое, если месяц 2 месяца это третье. Время здесь играет достаточно важный нюанс, время здесь играет достаточно важный момент и на это нужно обратить внимание. Понимаете, ваш вопрос в целом, это вопрос про погадать, это вопрос про, ну, про некую вероятность того, что может произойти, того, что не может произойти. И на мой взгляд, как обычно в таких случаях бывает, у вас уже есть определенное решение, у вас уже есть какое-то видение, вы уже решили для себя, как будете поступать. Но хотите подтверждение от нас того или иного решения, которое вы приняли, потому что вы в себе не уверены. Ситуация здесь заключается в том, что изначально ваши отношения выстраивались так, что это была игра в догонялке. Вот вообще, если одним словом писать ваши отношения, это игра в догонялке, или просто в догонялке. То есть, первое, один догоняет, другой убегает, потом второй догоняет, один убегает и наоборот. Вот ваши отношения такие, знаете, как вот в детстве такая игра есть. Ты догоняешь, я убегаю. Ты убегаешь, я догоняю. Догоняю. Вот, ну, в детстве только для детей эта игра абсолютно нормальна, так они учатся выстраивать личные границы. А у вас обоих личные границы не простроены. Но, обратите внимание, вы оба ревнуете, вы оба, как бы, параноиде, вы оба можете отталкивать, вы оба можете отталкивать. Мне что-то подсказывает, что в отношениях, которые вы описываете, судя по тому, как вы это все описываете, из истории, которые вы описали, вы в отношениях не видите друг друга. Вы не видите человеческую личностную сторону друг друга. Вы видите только мужчину и женщину, и, возможно, вы видите какое-то средство для себя. Почему? Ну, смотрите. Человек вас добивается, вы его отталкиваете. Отталкиваете, 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 и потом решаете дать ему дать шанс. Вот, понимаете, что такое дать шанс? Вообще, дать шанс звучит очень, я бы сказал, унизительно, наверное, для человека. Потому что ощущение, что тебе бросили кость, ощущение, что тебе кинули подачку, да, когда дают шанс после того, как вот столько времени отталкивали. Вот. И нет, одно дело, если чувства появились, одно дело. Одно дело, если человек вот внесапно понял, о, недавно вот ты как бы раскрыл, да, для себя, того, кто его добивался. Это одно дело. Тут все нормально. Но дать шанс значит попробовать. А попробовать значит ничего лучше нет. Если ничего лучше нет, то для человека, который добивается, это шанс не просто получить желаемое, но это шанс еще и реабилитироваться. Это шанс еще и, как бы, компенсировать свое уничтожение, свою такую вот позицию. И в целом, в целом, конечно, забывательная позиция, это позиция все-таки больше, ну, подходящая для классических отношений между мужчиной и женщиной. И говоря о классической модели, я имею в виду модель, при которой женщина, ну, практически бесправна в отношениях. То есть это вот та модель, которой больше всего лет, да, то есть очень долгое время женщина была бесправна в отношениях. Или лишь только вот в двадцатом веке там началось какое-то уравнование в правах. А до этого лишь только в отдельных местах какие-то были матриархаты, но в основном женщина всегда очень ограниченные права и роли имели. Ну, там есть свои нюансы, об этом сейчас не будем. То есть в целом, завоевательная позиция, это позиция, обесценивающая по отношению к женщине и вы, позволяя, во-первых, мужчине завоевывать себя, во-вторых, как бы дав человеку себя завоевать, по сути, себя обесценивать. И ваше последующее растворение, то бишь, слияние с партнером, как раз таки, засуществует о том, что близости-то вы боитесь, что личной границы у вас нет. И на мой взгляд, как раз таки, это является такой вот системной проблемой. Да, это не глубинная проблема, это не причина всего, причину всего можно выяснить только после беседы с вами. Но вот системная проблема заключается в том, что у вас нет личных границ, потому что вы то, значит, то, что вы ставите стену между собой и человеком, то вы, по сути, вообще никаких границ не признаете и слистливает с человеком. И по большому счету, вот что самое неприятное, при первом варианте, когда вы, ну, грубо говоря, отталкиваете, и при втором варианте, когда вы стараетесь стать единым целым, как бы не чувствуется, что ты в отношениях с человеком. Понимаешь? В первом случае ты просто завоевываешь, что это вот некая такая вершина, которую нужно покорить. Что там дальше? Понятно, не понятно, не всегда понятно. Есть какие-то иллюзии, но вероятность того, что эти иллюзии окажутся верными достаточно маленько. Когда происходит слияние, то здесь тоже человек не ощущается, потому что при слиянии в партнере видишь самого себя. То есть проблема. Поэтому, вот почему я спрашивал у вас про время, которое у вас есть до приезда вашего главного человека, бывшего, я так понял, что бывший. Потому что сколько времени есть, чтобы помочь вам хоть немножко личные границы простроить, чтобы вы, пообщавшись с ним, с одной стороны закрыли свою незавершенность. Да, потому что, как я понял, вы поссорились и перестали общаться и расстались, собственно, по интернету, по интернету. Это все-таки раздает незавершенность. С другой стороны, чтобы вы не переходили какую-то грань, когда действия становятся причинами для новых каких-то незавершенных историй. Ну и чтобы смогли прожить чувства, чтобы смогли что-то выразить ему. Да? То есть вот научиться нужно как раз-таки не впадать в крайности. Это такой момент. Следующее. Глобально я могу сказать, что почувствовал некую вашу потерянность. Не совсем понятно, куда вы идете, не совсем понятно, к чему вы идете, не совсем понятно, чего вы хотите. Ну, то есть, вот, что вам нужно. Чего вынуждает, да? Вот. То есть... Вроде бы, вроде бы вы учитесь, в то же время, совершенно очевидно, что учеба для вас, ну, не так важна, наверное, как могла бы быть... быть, ну, как могла бы быть важна, да? То есть, ради учебы, точнее, ради молодого человека вы могли переехать к нему в город и стараться научиться, да? Учиться там, то есть, учеба как-то вот вас, наверное, не особо волнует. Но если не особо волнует учеба, то, значит, встает вопрос самореализации, встает вопрос какой-то такой, ну, направленности. То есть, куда я иду, чего я хочу, кто я, как я могу самореализоваться. Отсутствие этого, конечно, делает более важным партнера. Следующее. Это модель женского поведения. Тоже, на мой взгляд, странная. Ну, не только странная, а не выбранная модель, модель женского поведения. Вначале вы, вроде как, значит, мужчина сталкивает. Что, как бы, говорит о том, что самозынка у вас достаточно высокая и с кем попало вы встречаться не будете. Ну, нельзя сказать, что это негативно, а негативно однозначно. Потому что, ну, у вас есть, как бы, такое право, да, и главное, чтобы не постоянно, ну, у вас такое право есть. Но потом вы даёте шанс. Непонятно, что изменилось. Запорядок в человеке. Такое ощущение, что в отношениях ваша самозынка начинает падать. И первое вы пишете и переезжаете к человеку про то, что решили вы оба. То есть вы и ваш молодой человек решаете, что вам нужно переехать. Ну, это, мягко говоря, странно. Вот. С другой стороны, если вы выбираете модель поведения женщины за мужчиной, то вы этой модели поведения не отвечаете. Вот. Ну, в целом, нет решения. Вот кратически, что вы боитесь однозначности, и что для вас отношения очень важны. Собственно, именно поэтому вы отказывали долго в них вступать, а вступив, в них уже не можете выйти. Вы можете закончить. Поэтому, как бы, смотрите сами. Если у вас остались какие-то незавершенности в контексте молодого человека, их обсудить, если вам хочется что-то обсудить, вырезать, то встретиться, конечно, имеет смысл. Но встречаться сейчас неподготовленный я бы не рекомендовал. Я бы рекомендовал немножко хотя бы поработать с психологом, да, немножко подготовиться более, так сказать, уравновешенно, более корректно, более конструктивно себя вести, чтобы максимально извлечь для себя и встречу. Вот. Такой вот ответ, я думаю, можно вам ответить, если не уходить в гадание, да. Так можно вам сказать. Вот. Ну и в целом, вы оба достаточно похожи друг на друга, как мне кажется, да. То есть оба неуверенны в себе, оба ревнивы, да. Ревность это, она по себе проявление нескольких проблем, таких как страх одиночества, неверность в себе, несколько самооценки, некоторого специфичного отношения к сексу, вот. И страх быть брошенной и брошенным, сведение ценности человека к определенной материальной, материалистической позиции, да, то есть чувства собственничества, чувства принадлежности, вот. И некие такие, ну, скажем так, стереотипные представления о долге, о предательстве и так далее. И в какой-то степени это эгоцентризм. То есть это вот, ну, такая некоторая личностная незрелость, да. Потому что ревность это проявление центрирования на себе, а не на другом человеке. А отношения, они, ну, потому и называются отношение к чему-то. То есть это направленность к кому-то. Ну, отсюда, собственно, ваши трудности и есть. И вот это можно подкорректировать, повторюсь, но очень важно структурировать и последовательно прорабатывать ваши трудности. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Удачи. Удачи. Удачи.